Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Библейские чтения» с вами автор и ведущий Николай Арефьев. Мы работаем с вами в рубрике «21 век и дух пророчества». Тема сегодняшней беседы – вакцинация от коронавируса сквозь призму теологической экспертизы. Оно будет точнее назвать сегодняшнюю беседу консультацией. Подошло время, когда мы как учители Библии, наставники Церкви Христовой должны высказать свое мнение в отношении того масштабного процесса, который наметился в социуме. Причем он имеет такой международный вектор направленности. Событие достаточно важное и глобальное, чтобы мы могли его игнорировать. Для учителя Библии неприличным игнорировать подобного рода события. Вернее, пустить все на самотек и позволить людям, в частности, тем людям, которых мы наставляем в вере, и самим определяться, поскольку тема вакцинации развивается не только на личном уровне, она имеет аспекты различные, включая медицинский, социальный аспект, и, конечно же, для нас, что важно, духовный аспект, ну и проще, например, политический аспект. Церковь, церковь как общность, она влияет на мнение в каких-то сферах жизни и влияет существенно. То мнение, которое мы сегодня предложим людям, оно будет тиражироваться. Церковь не ограничена вот в распространении того или иного мнения только рамками какой-то церковной общины. Мнение распространяется через членов семьи, через знакомых, через соратников, через друзей, просто через знакомых. Если мы молчим по поводу какого-то вопроса, значит, мы высказываем нашу некомпетентность или даже, ну, скажем, инертность, что непозволительное, что будет негативно влиять на авторитет церкви в гражданском обществе. С другой стороны, если какое-либо явление, оно может негативно или позитивно повлиять на жизнь человека, тем более мы обязаны дать этому явлению оценку. Ну, бесспорно, что вакцинация, которая, ну, практически объявлена уже на сегодняшний день во многих странах, вопрос стоит только в технологии производства и тиражирования этой вакцины. Ну, вакцинирование уже вышло на стартовую линию. В больших, скажем, городах и в более обеспеченных странах население уже получает подобную услугу. Если вакцинирование как явление наносит вред здоровью человека или влияет на его духовного благополучия, и мы об этом не объявим своим людям, то мы будем виновны в этом молчании. С другой стороны, если наша оценка будет неверной, скажем, неадекватной оценкой, если она будет однобокой, если она будет какой-то притязательной к какому-то мнению, мы, опять же, будем виновны. Потому что всякая неправда, она имеет негативные последствия. И вот по этой причине нам надлежит, нам, учителям Библии, ну, крайне осторожно относиться к заявлениям в этой области, поскольку мы уже слышим различные оценки. Есть оценки социальных экспертиз, есть конспирологические уже проекты оценивания этого явления. И некоторые специалисты из области теологии, ну, духовные учители, также позволили себе сделать оценку. Апологетика христианства в этом отношении срабатывает, иначе она не нужна, апологетика, которая не срабатывает. Любая апологетическая программа, она имеет и в том числе какие-то агрессивные черты, поскольку лучший способ защищаться это нападение. Но во всем должен быть смысл. На точке зрения, которое мы предлагаем народу, ну, по крайней мере, она должна иметь, ну, реальное и адекватное объяснение, обоснование, что я предлагаю в настоящей беседе, в консультации. Итак, мы с вами, почему этот вопрос поднимаем? Потому что есть проблема. В чем проблема заключается? На что нам внимание акцентировать? И на какие вопросы нам нужно ответить в данном, представленном нами вызове вакцинации? Что такое вакцинация? Ну, вакцинация, по сути этого явления, уже не один десяток лет, скажем так, широко применяемый в мире, в масштабах всей планеты, способ массовой профилактики инфекционных заболеваний, как вирусных, там, включая корь, там, краснуха, свинка, полимелит, гепатит, B и другие, так и бактериальных, туберкулез, тот же дифтерия, коклиш, столбняк и прочее. Вакцинация, она не лечит болезнь, а предупреждает ее развитие. И не один десяток лет вакцинация практикуется в тех странах, в которых, ну, по крайней мере, существует медицина. Что нас с вами смущает, что нас тревожит, что нас пугает с вами? В чем проблема? Зачем вопрос этот совершенно поднимать? Проблема вот в чем. Поскольку вот этот настоящий процесс, текущий процесс вакцинации, он имеет невероятные масштабы, и он связан с болезнью, которая также представлена или объявлена, или ей оценка дана весьма-весьма угрожающая. И появились различные тревоги, различные предубеждения, какие-то осторожные мнения по поводу того, не принесет ли эта вакцинация вреда. Первый вопрос. Мы говорим о вреде здоровья человеку. Люди озабочены, чтобы предлагаемая им вакцинация не стала для них началом какой-то физиологической патологии. Потому что существует несколько мифов относительно вакцинации, и некоторые из них предполагают, что вакцинация может спровоцировать бесплодие, спровоцировать там аутизм или какие-то аллергические побочные действия, не подверженные лечению. И на этот вопрос должен последовать обоснованный ответ. Ответ мы строим, конечно, уже на существующих экспертных оценках, потому что провести какую-то глубокую экспертизу этой проблемы мы не имеем ни ресурсов, ни возможностей, ни полномочий подобных. Поэтому пользуемся существующими источниками и сложившейся точкой зрения. Опять же, эта точка зрения, она складывалась на основании научного подхода. Научного подхода. И нас это с вами устраивает. Значит, чтобы нам, по крайней мере, определить платформу, на которой мы стоим, глядя на этот процесс вакцинации. Первое. Медицинский аспект. Мы желаем получить ответ на вопрос, не будет ли повреждено наше здоровье. И второй. Это социальный аспект. Будет ли вакцинация, и все процессы с ней связаны, как-то влиять на наше положение в обществе, не повредит ли она нам, не ущемит ли наши права. И третье. И главное, собственно, что нас волнует, как членов церкви, как христиан, не является вакцинация, но некоторым действием духовным, посредством которого некто невидимый желает нас каким-то образом запечатлеть и каким-то образом повлиять на нас. Если говорить еще о конспирологических версиях, конспирологи также выдвигают свои какие-то определенные опасения, и нам на них необходимо также ответить на поставленные вопросы, дать ответ. Я предлагаю вот с чего начать. Для нашего исследования более, скажем, приемлемым будет дедуктивный метод. Дедукция предполагает исследование от общего к частному. Какое отношение дедукция имеет к нашему вопросу? Смотрите, мы отвечаем последовательно на такой ряд вопросов. Вакцинация это термин взят из, скажем, медицинского обихода. Поэтому мы ставим сразу вопрос. То есть мы ищем область доверия к тому, что происходит. То есть насколько мы можем доверять, как мы можем воспринимать, что это за явление. То есть мы сейчас берем в общих чертах. Мы как церковь. В данном случае, ну я представляю церковь христиан вероевангельская. Церковь христиан вероевангельская имеет основы вероучения и богослужебную практику. В основах вероучения определено отношение церкви к обществу, отношение церкви, в частности, к медицине. И мы задаем вопрос. Мы с вами воспринимаем медицину как ну какая-то антропологическую реальность. То, что не должно, ну по большому счету, не представлять для человека опасности. Поставлю по-другому вопрос. Разрешает или запрещает нам учение Иисуса Христа использовать медицину? Так вот, согласно учению, основам вероучения христиан вероевангельской, учение Иисуса Христа не запрещает нам пользоваться достижениями медицины. То есть, лечиться. Я скажу по-другому. Если бы мы с вами даже заявили, что кто-то нам что-то запрещает. Есть определенные динаминации, динаминации, которые, ну у которых отсутствуют основы вероучения и их позиции по разным вопросам непостоянно колеблются, которые заявляют о том, что они против всякой медицины. Но быть против всякой медицины понятие условное. Для того, чтобы женщина родила ребенка, ей нужно посетить роддом. Верно? Там есть врачи, там есть специалисты, там есть медикаменты, там есть фармакология, там есть хирургия, там есть терапия, там все есть. То есть, человек рождаясь, он уже попадает под влиянием медицины. И когда человек по жизни своей встречается какими-то проблемами своего здоровья, ну, в редких случаях, в редких случаях люди выдерживают позицию противную к медицине и ничем не пользуются от медицины, включая лекарства, включая хирургическое вмешательство или какую-либо терапию. Такая их позиция, это их право. Это право каждого человека. Если даже человек, который является, ну, членом церкви, христиан, верой евангельской, имеет такую позицию, не пользоваться ничем от медицины, это его право. Это не является грехом. Это не является каким-то противостоянием. Это его право, это его позиция. И он сам берет на себя такую ответственность. Но, на мой взгляд, нам ничто не мешает использовать значительные привилегии, какие-то достижения в медицине. И мы ими пользуемся. Мы поправляем свое здоровье, мы используем какие-то лекарства, мы используем технологии медицинские, мы обращаемся к докторам. Когда человек имеет достаточно здоровья, и у него нет потрясений в отношении его физиологии, он равнодушен к учению о медицине, к отношению к медицине. Ну, достаточно, к примеру, ему пережить обширный инфаркт. Или его постигнет, не дай бог, конечно, какая-нибудь страшная инфекционная болезнь, включая ли гепатит С или гепатит В, или какие-то заразные хвори, против которых и проводятся прививки вакцинации, то он по-другому начинает смотреть на медицину. И когда у человека там происходит инсульт, то ни он и ни его не спрашивают, что с ним сейчас делать, его, как правило, привозят в реанимацию и пытаются его привести хотя бы к каким-то позициям жизни. И в таком случае уже у человека меняется отношение к медицине. Поэтому, в общем, к медицине мы относимся положительно. Есть там какие-то свои сдержки, есть там свои проблемы, есть там свои нюансы. И сказать, что медицина решает все проблемы, мы не можем. Но мы можем, мы видим, что в основании учения Иисуса Христа нет сопротивления медицине, нет какой-то противности, противности. Медицина, ну, по крайней та медицина, которая человеку помогает сохранять или восстанавливать свое здоровье или какие-то используют профилактические меры, она нас с вами, она не является для нас с вами противником, врагов. И с этим мы согласились. Ну, в этом русле. Если слушатели, которые меня сейчас слышат, в этом, в этой позиции со мной согласны, мы можем дальше продолжать. Если кто-то категорически против медицины, то я дальше вам не могу, то есть последующая беседа не имеет смысла, вам просто нужно нажать на стоп и искать другие каналы, на которых вас будет устраивать позиция выступающего проповедника, там, лектора или объясняющего. Следующий шаг. Мы говорим от общего к частному. Мы дедуктируем проблему. Вирусология это раздел медицины. Я даже не спрашиваю вашего согласия. Согласны вы с этим? Нет, это и по факту. Вирусология, она исследует природу вирусов, воздействие вирусов, распространение вирусов. И вирусология ставит перед собой задачу, каким образом, какие создать технологии, которые помогут человеку защититься от вирусов. Если мы с вами принимаем медицину как таковую, так вирусология это раздел медицины, как и кардиология, стоматология или иной другой раздел медицины, хирургия, травматология, все это разделы есть медицины, медицины. И вирусология один из них. Это молодой раздел в медицине, молодая наука, скажем, там медицинская. Ей, ну, может быть, чуть больше ста лет. Но каким образом возникла вирусология? Вирусология есть ответ человечества на вызовы природы, скажем так. Это вызовы природы. Вирусология нисколько не противоречит мировоззрению христианскому. Почему? Потому что христианское мировоззрение, чему нас учит? Что Бог отдал человеку природу во владычество. И как человек покоряет, скажем, флору и фауну, так человек уже в частности покоряет какие-то вирусы. Ему дана такая возможность, у него есть такой интеллект, он имеет такую способность. Животный мир не может таким образом противостоять природе. Мы от Бога имеем такое качество наше, качество. И вирусологи в свое время рассматривая или принимая вызовы тяжелых страшных болезней, эпидемик, которые уносили сотни тысяч жизней людей, они поставили вопрос, можно ли противостоять вирусу. И нашли определенные ответы. На сегодняшний день вирусология достаточно развита, наука и находит достаточно ответов на различные вопросы. И скажем, к достижениям вирусологии можем мы отнести победы над такими болезнями, так как, скажем, ОСПА, холера, чума. Есть достаточно разработанных медицинских методик вирусологов по противостоянию и дифтерии, и коклишу, и столбняку, и гепатиту, полиомилит, и многим хворим. Это достижение медицинской науки. И здесь нет ничего мистичного, здесь отсутствует какая-то конспирология, это все открыто, это все просто, это все доступно. По какой причине, по сути, медицина развивается? Медицина восполняет недостатки человека. Вирусология, если нам быть конкретными, какую проблему вирусология решает? Вирусология восполняет проблему дефицита человеческого иммунитета. Вот каждому человеку природно дан иммунитет. И в том случае, когда этого природного иммунитета недостаточно для противостояния вирусам, каким-то бактериям, инфекциям, в таком случае нужна человеку помощь в этом отношении. Если природный иммунитет не справляется с поставленной задачей, тогда человек нуждается в приобретенном иммунитете. А вакцинирование это есть оперативная схема вирусологии, позволяет человеку приобрести иммунитет. Вот по сути и сама общая картина объекта нашего с вами исследования. То есть если мы нормально относимся к вирусологии, то наше отношение к вакцинации оно будет иметь спокойный характер. Вакцинация тот самый способ, посредством которого ученые вирусологи позволяют человеку поправить свой иммунитет. иммунитет. Конечно за лучшее для человека использовать иммунитет свой природный. И в этом отношении есть определенная культура, о чем я сегодня говорить не буду, хотя вопрос также важный. Смотрите, мы должны дать людям совет. Кто наши люди? Какой мы имеем сегодня контингент людей в церкви? Мы имеем очень много людей больных. У нас я говорю даже не о тех, кто уже в возрасте, а даже молодые люди, которые имеют уже целый широкий спектр проблем своего здоровья. И причина проблем здоровья это слабый иммунитет. Это нарушенная поврежденная иммунная система. Именно поврежденная иммунная система позволяет вирусу атаковать организм. Чем слабее иммунная система человека, тем больше шансов у этого человека быть поврежденным от настоящего вируса. В этом отношении мы должны понять, что на нас лежит ответственность. Если мы начнем категорически утверждать, что вакцинация это неприемлемо категорически, мы ставим положение человека, который скажем, имеет слабую иммунную систему, в очень шаткое его положение. Если он, слушая наш совет, откажется в данном случае от какого-то медикаментозного вмешательства в свою жизнь, он пострадает, и он погибнет, то на нас будет вина. И в этом отношении нам нужно быть крайне-крайне осторожными, чтобы не давать категоричных оценок и рекомендаций, наставлений, не настраивать людей на тот тон, который бы вошел в противоречие их, скажем, здоровьем, и опять же противоречие с духовным благополучием человека. Это вторая проблема вакцинации. Значит, смотрите, посредством дедукции мы с вами определили, что сама по себе вакцинация, она не является проблемой, она не противоречит учению Иисуса Христа, она ни во что не вторгается. Вакцина, если человек сталкивается с вакцинацией, значит, у него какие-то есть проблемы со здоровьем, или есть какие-то иные схемы, которые его заставляют вакцинироваться. И, ну, скажем, еще там 30 лет назад никто не ставил так вопрос, чтобы вакцинация какие-то имела предпосылки для формирования негатива в жизни человека, тем более в духовной его жизни. Но сегодня мы слышим такие проблемы или такие предположения, что вакцинация имеет какие-то такие негативные стороны своего воздействия на жизнь человека. Поэтому ставя, ну, если мы поставим в общем вопрос вакцинироваться человеку или не вакцинироваться, вопрос, ну, он даже некорректно и поставлен. В некоторых случаях мы поставлены с вами перед неизбежностью, просто перед неизбежностью, хотя конституционно, скажем, человек не обязан делать какие-то прививки, вакцинации, когда делают человеку прививку от той или иной хвори. Когда мы об этом говорим абстрактно, мы можем разглагольствовать на эту тему и какие-то допускать вольности, я хочу или я не хочу. Но когда у человека, пред человеком стоит перспектива заразиться и погибнуть, тогда он не разглагольствует на тему вакцинации. Ну, например, для того, чтобы мы с вами посетили одну из стран Африки, например, одну из стран Африки, то нам рекомендуется сделать как минимум 10 прививок, как минимум 10 прививок, потому что в этих странах есть повышенная опасность заразиться этими болезнями, включая гепатит B, туберкулез, столбняк, коклюши, дифтерию, гемофильные инфекции, полиэмилита, краснуха-корь, эпидемиологический паратит, пневмококковая инфекция, и включая сюда желтую лихорадку, малярию. Без прививки от желтой лихорадки, ну, нас, например, с вами не допустят некоторые страны Африки, ну, например, там, в Кению. И в этом отношении, когда человек гипотетически размышляет о прививках и о вакцинации, он может категорически вот так заявлять, ни в коем случае, и проповедник с кафедры будет говорить, ни в коем случае вакцинирование, потому что там что-то не так. Но если он столкнется с необходимостью, с необходимостью, это хорошо, когда я лично, а если вопрос касается твоих детей, твоих внуков, твоих близких, которым грозит опасность заражения того же энцефалитного клеща, это уже не Африка, это, ну, энцефалитный клещ может человека поразить там в любом лесном массиве. И, ну, например, прививка от бешенства. В 99% пораженный, укушенный, скажем, бешеный собака человек погибает, если он не прививается от этой болезни, тогда никто даже не размышляет. Тогда откатываются все конспирологические предпосылки, человек понимает, что есть, он понимает это явно. И в данном случае речь идет о вакцинации. И мы не имеем основания категорически все это отметать, говоря, не нужно. Да, если, ну, говорить чисто, ну, на антропологическом таком уровне оценки для человека за лучшее иметь здоровую иммунную систему, то есть тема о вакцинации поднимает тему здорового образа жизни и здоровья человека. Но если такового у него нет, тогда он отдается, скажем, на милость врачей, и не его выбор в этом. Чаще всего люди как попадают в больницу, люди как погибают. Я знаю таких людей, которые принципиально не использовали лекарства и медикаменты в своей жизни, не обращались к докторам, там, бахвалились этим. Всякий раз, когда их какие-то острые болезненные ощущения посещали, они ограничивались каким-то терпением, хвалились этим, но эти люди рано очень умирают. Однажды их забирает скорая помощь, человеку вскрывают брюшную полость, находят там разросшийся медостат с онкологической опухоли, зашивают его и через три дня хоронят. Вот так, знаете, одно дело чему-то там противостоять вербально, а другое дело, когда пришла болезнь, тогда человек начинает задумываться. Поэтому я, как проповедник, не беру на себя такую ответственность заявить, ну, в медицине нет, вирусология не от Бога, вакцинация ни в коем случае, потому что я не знаю, что зато со мной произойдет. И если мне предстоит какое-то вакцинирование от какой-то хвори, инфекции, зараза, я не вижу в этом проблемы никакой, потому что это все на уровне медицины. Поэтому, говоря о медицинском аспекте этой проблемы, мы с вами не имеем основания для такой фундаментальной тревоги. Хотя, на сегодняшний день вопросы поднимаются в отношении побочных действий. Кто-то переживает, что вакцина от коронавируса несет с собой болезнь аутизм. Кто-то переживает, что будут серьезные аллергические какие-то проявления. Кто-то считает, что вакцина может провоцировать бесплодие. Я скажу следующее. Любое медицинское вмешательство из вмешательства в организм человека он имеет побочные действия. Человеку стоматолог делает какую-то операцию в челюсти. Происходит заражение крови. Мы не знаем чьё вмешательство, мы понимаем какая вина. Заражение крови, онкологический опухоль, человек погибает через 2-3 года. Это побочные действия. Не только вирусологии, в кардиологии побочные действия. Человека находят в его кровеносной системе там блуждающий тромб. Его можно растворить, можно его растворить, но при этом половина печени у человека исчезает. Понимаете? Ну, воздействие на другие болезни. После инсульта человека опять же атакуют какими-то фармакологическими средствами и там колоссальное побочное действие. При любом лечении есть побочное действие. Антибиотики побочное действие. Какие-то спазмолитические средства побочное действие. Успокоивающие средства анестезия страшнейшее побочное действие. Ни с чем от этого не отличается вакцинация. Там есть свои побочные действия. Мы стоим просто перед выбором. Это все медицинский аспект. Если ты решаешь тебе делать вакцину или не делать, то лучше избежать. Если ты можешь ее не делать, твой организм не требует, так ты ее не делай. Но если у тебя стоит вопрос, если ты не сделаешь вакцину, у тебя есть перспектива серьезно заболеть или погибнуть, тогда кто-то спросит, каким образом можно погибнуть без вакцинирования. Здоровому человеку это сложно очень понять. Но если у человека полуисслевшая иммунная система, если человек болен гепатитом С, или у него еще какие-то другие хворик, которые разрушают иммунную систему, ему ни в коем случае нельзя подвергать свой организм вирусной атаки, он вынужден вакцинироваться, вынужден, понимаете, или ему нужно совершенно оградиться от социума, исключить любые варианты заражения, или ему нужно вакцинироваться. Когда он будет вакцинироваться, поскольку его иммунная система слабая, он будет также какие-то рецидивы переживать, но у него выбора нет. Вот почему мы не имеем права на категоричность относительно медицинского аспекта этого явления. И для человека принять решение, это будет его личный какой-то шаг, но пусть этот шаг будет обоснованный. Проповедник не имеет права человеку указывать, настаивать или отговаривать его от вакцинации. В этом отношении проповедник, проповедник, понимая медицинскую всю подоплеку вопроса, снимает с себя ответственность, человеку предлагая употребить элементарный здравый смысл, обратиться к доктору, проконсультироваться и проблему свою таким образом решать. Мы ставим вопрос, как? В результате лечения. вакцинация это попытка каким-то образом повлиять на атаку вируса. Она своего рода какой-то этап лечения человека, профилактика от вируса. Что будет больше? Вреда или пользы? Здесь твой выбор. Ты должен решить для себя. Если ты считаешь, что вакцинация тебе больше вреда принесет, не делай вакцинацию. Если ты считаешь, она больше тебе пользы, ну, попробуй сказать, что какая-то есть такая определенная обоснованная статистика, мы не можем этого сказать. Кто-то считает, что в 50% случаев вакцинация помогает, кто-то считает, что только в 15% случаев, кто-то считает, что побочных 10, столько-то, столько-то. Неоподеленная сегодня статистика по разным объективным и субъективным причинам. Далее мы имеем с вами в этой проблеме, то есть мы размышляем, насколько это нам полезно или это нам вредно. И в отношении медицинского аспекта, скажем, в биологической сфере нашего организма мы приходим к выводу. Здесь можно подойти по-разному, но этот вопрос решаемый, этот вопрос мы можем разобраться в нем по крайней мере о чем идет речь. Что касается социального аспекта, возникают такие предположения, но чаще на конспирологическом уровне, скажем, не является, не влияет ли вакцинация на какую-то нашу социальную безопасность, не влияет ли вакцинация на наши свободы, не ограничивает ли, на этот вопрос мы можем ответить, скажем, по-разному можно ответить. Здесь отчасти можно согласиться с мнением конспирологов. В данном случае мы говорим не в общем о вакцинации, мы говорим о вакцинации от COVID-19, от коронавируса. И эта проблема имеет уже такой международный формат своего распространения, поэтому и посредством этой вакцинации мы видим, что осуществляется воздействие на свободу человека, на придвижение человека, какой возникает уже прецедент, используя ту же вакцинацию. Ну уже есть такие слухи, что вводятся некоторые паспорта вакцинирования. В некоторые страны мы просто не сможем попасть без свидетельства о вакцинировании. То есть таким образом осуществляется влияние на человеческую жизнь, на передвижение на какие-то наши с вами свободы. То есть открывается доступ к тому, чтобы человека контролировать. То есть это один из шагов в утверждении тотального контроля. Ну по большому счету тотальный контроль он давно уже в действии для нас с вами и мы его принимаем как данность. это не вопрос нашего выбора. Если посредством такой планетарной вакцинации этот контроль еще более утвердится, у нас нет выбора. Мы соглашаемся мы с ним или мы его противостоим, это ничего совершенно не изменит. Поэтому говоря о таких проблемах, ну мы просто лишний раз себя раздражаем и попадаем в ту область неоподеленности, которая от нас совершенно не зависит. Если в вопросах медицинского скажем аспекта мы можем влиять, мы можем отказаться от прививки или мы можем попросить вакцинировать нас или наших близких, то в отношении уже каких-то социальных процессов мы на них не влияем и от нас совершенно не зависит какая-то специфика развития этой проблемы или динамика ее развития. Но при всем при том мы соглашаемся с некоторыми конспирологами, что посредством вакцинации такого международного характера и соответствующими там введениями определенных аспектов жизни мир приближается к этому моменту глобального контроля над всем человечеством. Какое мы имеем в этом отношении свидетельство уже теологического характера, что мир приближается к установлению единого мирового господства. Но это уже аспект так называемый духовный. я перехожу к самой важной части этой нашей с вами темы. То есть это духовная составляющая этой проблемы. Духовная составляющая. Что больше всего людей сегодня тревожит в отношении вакцинации. Ну например, если вернуться к конспирологической версии, то есть несколько предположений, которые следующие выражают мнение, что якобы посредством вакцинации человека помимо его воли могут вести какие-то препараты, которые могут повлиять на его генетику. Но это заявление не просто необоснованное, оно и некорректно, и неграмотно. Человеческий организм, он настолько сложно устроен, он настолько многообразен внутри себя, что посредством одного-двух скажем инъекций изменить генетику человека невозможно. Если бы было даже повлиять на генетику человека невозможно. Смотрите, сегодня опять же фармакология разработана, он сделал ряд психотропных каких-то лекарств, чтобы воздействовать на людей с разрушенной психикой. Одного укола может хватать на 2-3 недели, ну максимум на 4 недели и повторяют инъекцию для того, чтобы затормозить все его какие-то функции активные. Посредством инфекции изменить генетический фон человека невозможно, и я об этом даже не вижу смысла в настоящей беседе поднимать эту тему, потому что мы некомпетентны в этой теме с одной стороны, чтобы заявлять это так или не так, но с другой стороны, наше христианское мировоззрение позволяет нам не просто предполагать, а быть уверенными, что Господь Бог, являясь творцом человека, не допустит человеку вот такие эксперименты, и он стоит на страже этих моментов, чтобы человек не вторгался, по крайней мере, в генетический фон, как бы ему это ни хотелось, и какие бы достижения уже не были в современном мире в этой сфере. Из конспирологических версий есть предположение, что якобы посредством инъекций человеку будет вводиться в организм чип. Если бы мы даже с вами с этим согласились, то мы согласимся, что этот чип по своему размеру будет меньше, чем отверстие внутри иглы инъектора. Меньше. Мы с вами понимаем, что шанс вколоть этот предполагаемый чип через эту иглу предварительно, чтобы через иглу чип попал в, скажем, в емкость шприца, а впоследствии не остался. Но первое, очень маловероятности, первое, второе, такого размера чип, он не сможет какую-то представлять себе серьезную функциональную схему. Но даже не в этом главное. Если даже предположить, что возможно какой-то такой чип загнать человеку, на сегодняшний день в этом нет никакой совершенно необходимости. Почему? Да потому, что мы живем уже в век тотального контроля. и подобные, скажем, опасения в отношении чипирования, в отношении регистрации людей, они время тренинг потрясают наши с вами социальные сети, скажем так. Вспомните историю с идентификационными кодами, когда человеку не просто ему присваивался идентификационный код, помимо его желания. Вопрос стоял, ты получаешь справку кода или нет. Несколько лет были какие-то там движения, шум, но сейчас все успокоилось. Потом следующей проблемой были мобильные телефоны. И на некоторых таких площадках теологических звучала мысль, что это та самая пора, когда какой-то мистический чип через мобильный телефон он будет исчислять информацию человека и так далее. Сегодня практически все население Земли имеет мобильные телефоны. Это говорит о чем? Это говорит о том, что мы все вошли в единую информационную базу, и нас никто об этом не спрашивал. Какой смысл человеку вправлять какой-то невидимый мельчайший чип, который однозначно непонятно каким образом он будет там работать, если вся информация о человеке, если он пользователь интернета, у него есть обязательно аккаунт. И тем, скажем, структурам, которые наблюдают за людьми, которые имеют ресурсы для того, чтобы исчислять все, что происходит в интернете, известны его контакты, его притязания, его привычки. И все много, это все известно, это все открыто. Зачем чип? Поэтому эта версия отпадает сама собой. Но для нас опять же важным вопросом в христианстве является следующий вопрос. Является ли, может ли быть, вернее, вакцинация каким-то шагом в отношении постановки на человека начертания зверя? Ну, на этот вопрос ответить достаточно просто. Во-первых, сам процесс нанесения начертания зверя, он будет происходить в определенный период. Начало этого периода, коронование какой-то величественной особы, которая будет признана всеми народами, всеми племенами, все народы и племена поклонятся этой величественной особе. Эта особа или это какая-то коллегия, или какая-то корпорация, она будет объявлена на самом высочайшем уровне и ей поклонятся все племена и все народы. Мы называем в нашей эсхатологической терминологии этот период царства антихриста. И того человека или ту коллегию, которая станет в основе царства антихриста, мы называем зверем. Значит, в истории человечества это событие не пройдет незамеченным и оно еще не совершилось. Пока не совершилось это событие, какой смысл разговаривать о начертании зверя? Это одно. Второе. Скажем, начертание зверя будет наносимо на правую руку человека или на его лоб. Так написано в апокалиптических предсказаниях. Там ничего другого нет. Там нет никаких инъекций. Там конкретно. Это должно быть видно. Это должно быть явно. И происходить это будет на второй фазе царствования антихриста, царствования зверя. Эта фаза называется фазой второго зверя, зверя, выходящего из земли. И третье, что, опять же, немаловажно. Мы должны с вами понимать, что принципиально начертание зверя не может происходить тайным образом. То есть человек, которому наносится начертание зверя, делает это добровольно. Это его просьба, это его желание. При этом тот, который получает начертание зверя, должен поклоняться зверю. Мы не видим ни единого, понимаете, не сходится ни один пазл в этой схеме, которая сегодня кого-либо сильно пугает или страшит в отношении вакцинации. Вакцинация, она остается в вакцинации. Посредством шприца, через иглу, прокалывая кожу человека, подкожно вводятся инъекции. Это может быть физический физраствор, это может быть какой-то химический препарат, но это вещество названо вакцина. Никакого отношения это действие не имеет к теологическим процессам. Это медицина исключительно. В какой-то мере эта вакцинация, она используется в социальных процессах, она используется в политике принципиально, само явление использовано. Но если мы берем непосредственно человека, мы с вами простые люди. Я вот на этой ноте хочу завершить настоящую беседу, чтобы мы с вами не тревожились. Не тревожьтесь. Не тревожьтесь, не бойтесь этой вакцины. если вы по своим физиологическим потребностям имеете необходимость, чтобы вам эту вакцину вкололи от этой хвори и вы можете без нее просто погибнуть или в вашем здоровье будет вред, то вы ее сделаете, у вас не будет никакого греха и не будет никакой проблемы. Если доктор вам посоветуетесь со своим лечащим врачом, семейным доктором, чтобы эта вакцина не повредила вашему здоровью, принимать такое решение в отношении своих детей, в отношении своих близких. Повода для паники нет в этом вопросе. Большая проблема паника в отношении вопроса, чем сам вопрос. Вопрос вакцины не стоит выеденного яйца. Если ты там скажем допустил и сделал эту вакцину, то страшного в этом ничего нет. Если ты не вакцинируешься, то еще лучше для тебя. Если ты не вакцинируешься, значит у тебя сильная иммунная система, ты способен ей противостоять. Но не делайте из этого проблему. В этом нет проблем. И для проповедников за лучшее. Если вы не слишком разобрались в этом вопросе, лучше промолчите. Промолчите. И хотелось бы советовать тем людям, которые в социальных сетях распространяют всевозможную информацию. Это скажем какие-то интервью каких-то людей. Мистер Икс там выступает, какая-то медсестра, какой-то специалист непонятного происхождения начинает рассказывать о том, какие там пагубные последствия. Использовать мы имеем право только проверенные источники. Проверенные источники это специалисты из области вирусологии, причем общепризнанные специалисты, которые публикуют свои работы в научных журналах медицинских. Если вы имеете эти журналы, если на них подписаны, есть там статьи, берите эти статьи, цитируйте эти статьи. Там могут быть разные радикально, диаметрально противоположные мнения по поводу вакцинирования. Его нет однозначной позиции сегодня, но у нас нет необходимости паниковать и тревожиться. Все мы в свое время были привиты от оспы, от дифтерии, от кори, от краснухи, от свинки, еще от чего-то, от полиэмилита. Мы были привиты все, и никто не страдал и не колотился так, как сегодня начинают люди колотиться. И тем более нет ни единого основания нам с вами переживать, что эта вакцинация имеет какое-то отношение к начертанию звери. Потому что ни один, ни одна из предпосылок не совпадает в данном случае. Поэтому будем здравы. Будем здравы. Хотя, что касается действий вокруг вакцинации, они вызывают определенную тревогу. Но я думаю, что здоровая апологетика христианской церкви и правильный подход к любому из этих вопросов нам впоследствии поможет и подскажет к этому относиться трезво, здраво, чтобы не было ущерба тем людям, которым мы с вами будем давать различные советы в этой тематической серии. Продолжение следует...